Всем привет! Вы, наверное, уже слышали о запуске такой мировой системы под названием WorldCoin. Официальный запуск ее состоялся 24 июля. Руководитель всего этого зовут его Сэм Альтман. Что это такое? Что это за WorldCoin? Это такая технология биометрической верификации. Вот сейчас я вам покажу, как это выглядит. Значит, что это за технология? Это такой шар, который сканирует вашу сетчатку глаза. И якобы вот это вот сканирование сетчатки глаза нужно для формирования универсального базового дохода во всем мире. Но вот как говорит Роберто Массейра, он топ-менеджер этой компании, он говорит так. Я не думаю, что мы сможем генерировать универсальный базовый доход. Но если мы создадим инфраструктуру, которая позволит правительствам или другим организациям сделать это, будем очень счастливы. Вот так он сказал. То есть сначала я вам сейчас скажу, как они это нам преподносят, а потом я скажу, что думаю я об этом всем безобразии. То есть вот как они нам все это преподносят, что вот это вот сканирование сетчатки глаза, это протокол World ID, основан на доказательствах с нулевым разглашением. То есть он представляет собой такой мобильный инструмент, позволяющий людям пройти идентификацию с помощью сканирования сетчатки или номера телефона. То есть что номер телефона, что сканирование сетчатки глаза. Вот это они сами так заявляют, вот эта компания. Я нашла очень хорошую статью в интернете об этом. Ну так далее. Что? И вот эта технология основана на доказательствах с нулевым разглашением. Значит, как это работает? Что такое доказательство с нулевым разглашением? Это криптографический протокол, который позволяет одной стороне, доказывающей, подтвердить истинность утверждения другой стороне, при этом не раскрывая никакой дополнительной информации о себе, ни содержании, ни источника, из которого доказывающий узнал о правдивости. Такое определение впервые было предложено исследователями из Массачусетского технологического института. И как это работает? В общем, здесь написан такой бред. Вы знаете, это уже 100% что это выдумано нечеловеческим разумом. То есть какой пример приводится? Например, находятся два человека в одной комнате. Одному завязали глаза. Перед другим лежат два шарика. Один белый, другу черный. Другому необходимо доказать вот этому человеку, который с завязанными глазами, что именно вот эти вот цвета он сейчас, например, выбирает. То есть вот это вот такой бред, вот такой бред, это знаете, просто я не знаю, для каких дураков это все выдумывают. Смотрите, как можно идентифицировать себя вот без вот этой вот дурацкой, дурацкого сканирования сетчатки, просто как мы всегда использовали. Это может быть просто ваш ник, ник. И даже если с какими-то дополнительными вопросами, ответы на которые знаете только вы, вот как вы, например, где-то регистрировались на каких-то сайтах, и там были предложены дополнительные вопросы, ответы, которые знаете только вы. Вот как можно просто зарегистрироваться в системе, если вам нужна какая-то система, просто с ником, с обычным вашим ником и с дополнительными вопросами. Зачем вот это вот сканирование? И я вам сейчас объясню, что думаю об этом я. Наверное, многие из вас посмотрели такой замечательный сериал, который называется «Видеть». Там все люди в будущем были слепы. И вот по моей версии, вот эта вот сфера круглая, которая будет сканировать вашу сетчатку глаза, она нанесет очень большой вред вашим глазам. И в дальнейшем, который может привести к потере зрения. Не зря они сделали этот сериал. Найдете его, он в гугле есть, и посмотрите, что люди остались без зрения. И я вот считаю, что это именно для вот этого, а не вот для этого бреда, который здесь нам описывают. Я ссылку оставлю на эту статью, почитайте, там бреда много, я не буду растягивать на 20 минут все это. То есть я считаю, что вот эта вот сфера, это только для того, чтобы нанести вред вашим глазам. И в дальнейшем люди смогут потерять зрение. Ож, ну ни в коем случае не там для вашей там сверхидентификации, чтобы никто там больше у вас не украл это все. Это бред, который они вам придумывают. А сейчас, сейчас вы знаете, что идут эксперименты генной инженерии. Поэтому нужно быть очень опасным. И ни в коем случае не подходить вот к этим вот круглым сферам, за которые дают даже какие-то там эти плюшки, 220 что ли, каких-то там коинов опять. Вы понимаете? Заманивают людей, давая какие-то плюшки, чтобы вы пошли себе и глаза испортили. Поэтому не ведитесь на вот эти вот сферы. Все, что сейчас делается, делается против нас. Это моя версия, я ее высказала, что это только для того, чтобы люди потеряли зрение, либо что-то произойдет с людьми с глазами. Продолжение следует...